Когда зимние праздники в разгаре, как их лучше отметить, каждый решает для себя сам. А вот то, что садится за руль в нетрезвом состоянии или не имея права управления строго запрещено, давно уже решено и прописано на законодательном уровне. Хорошо, что в нашем городе большинство водителей это понимают. Скажите, встречались ли вам такие случаи, когда водители совершают такие грубые нарушения? Чтоб я прямо видел, как кто-то нетрезво за рулем? Ну, возможно, да. Нет, такого не видел. Но по радио часто слышали, к сожалению. По радио слышали. И как вы вообще относитесь к таким водителям? Безобразие. Я поддерживаю все суровые мероприятия, которые вы имеете. Но все же напомнить водителям о том, что дорога – место повышенной ответственности никогда не будет лишним. Именно поэтому с 31 декабря по 9 января в Брестской области сотрудники ГАИ проводят комплекс профилактических мероприятий. Под девизом «Пьяному и бесправнику не место на дороге». Данные мероприятия направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий по причине управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также по предупреждению ДТП с участием лиц, не имеющих права управления транспортными средствами. В рамках профилактических мероприятий сотрудники ГАИ будут нацелены на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям и с тяжелыми последствиями. Экипажи ГАИ будут приближены к местам проведения праздничных мероприятий, а также к объектам торговли, в первую очередь работающим в круглосуточном режиме. А то, что это действительно важные меры, подтверждают и цифры статистики. За 2022 год на территории Брестской области зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в которых 9 человек погибли и 42 получили травмы различной степени тяжести. По вине бесправников зарегистрировано 27 ДТП, в которых 10 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. В рамках проведения профилактической акции сотрудники ГАИ напомнили автолюбителям о недопустимости совершения правонарушений, раздали информационные листовки и сувениры, а также напомнили об ответственности, которая следует за подобные деяния. Знаете об ответственности за данное нарушение? Это у нас за нетрезвое вождение. У нас, если до 0,8 промилле, это штраф 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года. А в случае, если больше 0,8 промилле, это 200 базовых величин и лишение на 5 лет. Ну а в следующий раз уже наступает уголовная ответственность. Брестские водители, чьи автомобили были остановлены сотрудниками ГАИ в рамках мероприятия, показали себя как законопослушные граждане и другим советуют вести себя осмотрительно. Я сказал бы водителям, что сегодня так много сервисов, которые позволяют, если вы выпили где-то, ну жизнь такая надо, то можно и нетрезвого водителя взять, можно попросить друга завезти и так далее. Да, и даже просто вызвать такси, да? Да, все верно. А можно вообще не поехать, остаться с ночевкой. Законы есть законы, их надо соблюдать, и если надо права получать, сходите в автошколу их получить, это несложно. Всегда берите с собой права, не нарушайте правил, потому что могут быть плачевные ситуации. Действительно, не стоит создавать самому себе проблемы. Гораздо проще прислушаться к советам сотрудников госавтоинспекции, здравому смыслу и голосу совести.